МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш отряд совершенно новый, он был сформирован в 2014 году, 1 июня. Укомплектована новой, современной японской техникой машиной-аниман, немецкого производства. Людьми из двух предыдущих отрядов собрана, так сказать, элита двух отрядов. Мы всегда стараемся отработать как можно лучше и качественнее. Первый раз участвовали в соревнованиях и думали, что победим даже. По итогам 7 месяцев работы по плану у нас 381 тысяча, а по факту выездили 472 тысячи. То есть, соответственно, 47 километров с копейками надо было построить, а построили 62 километра. Эти дороги ведут к победе целое предприятие, но первыми на прочность их испытывают лесозаготовительные бригады группы ЛИМ, Тушама и Подарма. Если по спортивной аналогии команда, это у нас это точно. Коллектив работает как одно целое. Еще у нас плюс то, что очень много универсалов. Вообще спортивный дух и азарт в нашей работе – это обязательное условие. У нас самые высокие показатели в группе ЛИМ, но и не только в группе ЛИМ. По всей России считается Тушама уже 40 лет существует, но вот наша бригада объединенная уже работает четвертый год. Мы всегда в лидерах. У рекордсменов и ЛИМа есть преемники. Бригада «Бадарма» хоть и создана совсем недавно, но уже показывает результаты достойные чемпионов. Бригада не в полном своем составе два месяца отработала, сделала по 60 тысяч. То есть для этой техники, для этой бригады это очень хороший показатель. Контингент людей в основном такой – средняя взрослость. То есть приветствуются молодые специалисты, на них большие ставки делаются. Сделать объем любой ценой для нас не главное. Нам надо также содержать и технику в хорошем состоянии. Главное – постоянство. Это единственный признак профессионализма. Уравняться нам не на кого, будем достигать своих вершин и стараться выйти на пьедестал теперь бригадой «Бадармы». То есть участвовать также в производственных соревнованиях и быть в числе первых. Догнать и перегнать не сама цель подразделений группы «Лим». Ведь победа в производственных соревнованиях легко не дается. Подтвердить это может практически каждый. Далась победа нам очень сложно. Мы к этому шли почти что два года. Потихоньку, потихоньку. Как бы сказать, азарт – быть всегда первым. С 88 экипажей, то есть быть лучшим. Но я считаю, что это очень приятно. И я думаю, что это очень достойно. Сила воли и плюс терпение. Наверное, вот так. Вот эти качества должны обладать, наверное, лесовозники. Потому что сила воли – это надо всегда побеждать. Это побеждать надо дороги и привозить лес. А терпение, ну то есть терпеть надо трудности и бороться с ними. Потому что только тот, кто преодолевал, превозмогал, точно знает, каков он настоящий вкус победы. Твой цех, когда ты узнаешь, что он победил, ну и, конечно, есть чувство гордости. И когда мы это объявляем даже у себя в утренней планерке, у людей даже видно улыбка, блеск в глазах, что это они первые на заводе, что их оценили. Их именно труд. На «Победу цеха» мы работаем ежесменно, ежечасно, всем коллективам. Спортивный дух, он как бы есть всегда среди смен. Моя, скажем, задача больше как тренера, наверное, как организатора, да, вот именно вот этой работы. А все производство, я говорю еще раз спасибо своим людям, это держится, конечно, на специалистах. То есть это люди просто на которых на 100, скажем, на 200 процентов можно положиться. И такие ценные кадры, профессионалы, мастера и чемпионы своей профессии есть на каждом участке, в каждом цехе группы ЛИМ. В нашем коллективе трудятся ветераны, которые начинали свою работу с пуска завода. Очень много у нас устроилось уже и заменили своих мам, дочери. По духу весь коллектив ЦПЛ – это чемпионы. Мы стремимся к лучшему и на достигнутом никогда не останавливаемся. Мы побеждаем за счет квалификации наших работников, за счет производственной и трудовой дисциплины. И качество выполняемой работы. Это очень большая победа. И здесь очень важно понимать и чувствовать, что эта победа – результат общих усилий, слаженных действий большой сборной по имени ИЛИМ. В качестве продукции заслуга всего завода, особенно технологического персонала. А вот то, что мы ее, так сказать, идентифицировали, то была просто целлюлоза. А идентификация – это то, чем занимается наше подразделение, наша и ЦПЛ. То есть мы представляем собой единую сборную, два подразделения, которые управляют качеством готовой продукции. И вот этот коллектив чисто женский. Грудью защищает интересы нашего предприятия, чтобы брак не прошел, чтобы мы держали марку нашего предприятия, чтобы потребитель был доволен, радостен, чтобы мы его удовлетворили. Команда очень достойная. В основном работают работники, с которыми я уже не один десяток лет прожила. Все четко отлажено, поэтому результат очень-очень высокий. Поэтому и места в соревнованиях занимаемся. Это только говорят, что не важный результат, а важно участие. Вы знаете, стимулирует на более высокие, так сказать, завоевание высоких рубежей. Всегда приятно.